Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на девятой кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Лес поджигают не инопланетяне. Это халатность обычных людей. Из одного непотушенного костра гибнут звери. Горят тысячи гектаров уникальных лесов. Не допустим лесных пожаров. Если вы стали свидетелем неконтролируемого огня, звоните по телефону в ЕАО 72200. Спонсор региональных новостей городской ломбард в ювелирном салоне Карат ДВ. Торгово-развлекательный центр «Гигант» 1 этаж. Городской ломбард. Когда срочно нужны наличные. Смотрите выпуски. Депутаты собрания депутатов Облучинского района большинством голосов избрали новым главой района Евгения Рекиду, ранее занимавшего пост главы Облучинского городского поселения. Новый рентгенаппарат и 4 фильтрбокса. Меры по недопущению распространения коронавируса и ОРВИ принимаются в Еврейской автономной области. Чем питаются альпинисты и как вернуться домой живым? Биробиджанка Анастасия Мазина рассказала о своем восхождении на гору Казбек и Эльбрус. Советы по цифровому образованию победители проекта «Авангард Дальнего Востока» из Биробиджана посетили образовательный интенсив в городе Владивосток. По итогам голосования депутатов районного собрания новым главой Облучинского района стал местный уроженец 37-летний Евгений Рекида. За него отдали голоса 15 из 16 депутатов представительного органа. На посту руководителя самого крупного района области Рекида сменит Виктора Орла до срочно освобожденного от должности. Всего к выборам главы допустили двух кандидатов. Оппонентом Рекиды выступила специалист районной администрации Оксана Новых. Решение конкурсной комиссии огласила ее председатель, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства ЯО Галина Соколова. В конкурсе участвовали два человека, это Рекида Евгений Евгеньевич и Новых Оксана Алексеевна. По результатам слушаний конкурсная комиссия приняла единогласное решение о том, что признать победителем конкурса Рекиду Евгений Евгеньевича и Новых Оксану Алексеевну и предоставить собрание депутатов муниципального образования Облучинский муниципальный район Еврейской автономной области в качестве кандидатов на должность главы муниципального образования Облучинский муниципальный район, эти две кандидатуры. Оба кандидата познакомили депутатов со своими программами развития района и ответили на вопросы присутствующих. Все мы понимаем, что сегодня достаточно исторический момент для нашего района, потому как определяется тот человек, который задаст вектор направления для данной территории. «Что меня сподвигло идти на столь высокопоставленную и ответственную должность? Ну, наверное, во-первых, то, что, имея за плечами тот опыт работы, который, я думаю, мне в случае избрания пригодится для решения поставленных задач». Рекида отметил, что сейчас перед районом стоят большие задачи в русле той стратегии развития, которую предложил ЕАО новый губернатор Ростислав Гольштейн. Ответил он и на вопрос о возможном образовании на территории района Единого городского округа. По его мнению, это предложение заслуживает внимания, но нуждается в дальнейшей проработке. По словам же еще одного претендента на пост главы района Оксаны Новых, несмотря на то, что район называют промышленным, следует активно развивать социальную сферу. «Выдвигая кандидатуру для участия в выборах, я готова взять на себя ответственность за экономическое, социальное развитие, за обрушение качества жизни людей. То есть я считаю, что глава района – это человек, которому население доверяет, то есть это тот человек, который управляет всей сложившимся хозяйством, и власть главы должны служить людям». «При подсчете голоса распределились следующим образом. Рекида Евгений Евгеньевич – 15 за, Новых Оксана Алексеевна – 1 за. Итого, по итогам результата проведения тайного голосования, Рекида Евгений Евгеньевич набрал наибольшее количество голосов». Собрание депутатов муниципального района решило избрать Рекиду Евгения Евгеньевича главой муниципального образования Облучинский муниципальный район Еврейской автономной области сроком на 5 лет. После оглашения постановления собрания Евгений Рекида поблагодарил депутатов за поддержку и назвал задачи, которые видит первоочередными. «Скажу откровенно, не ожидал я такой мощной поддержки, но хотелось бы именно в таком ключе дальше работать и действительно принимать решения, те, которые мы будем вырабатывать вместе, совместно, и чтобы взаимопонимание тоже было именно в таком же ключе. Мы постараемся сохранить все хорошие традиции работы с администрацией, с депутатским корпусом. Плохие традиции вместе с вами мы, наверное, сами искореним к этому придем. Поэтому я еще раз благодарю за доверие и просто обязан теперь его оправдать». С избранием Евгения Рекиду поздравили спикер районного собрания депутатов Наталья Василенко, исполняющая обязанности зампредседателя регионального правительства Галина Соколова, депутат законодательного собрания Александр Рамазанов, председатель собрания депутатов Обучинского городского поселения Константин Крылов и исполнительный директор Ассоциации Совет муниципальных образований ЯО Галина Корчуганова. «Я думаю, результат был ожидаем, потому что депутаты выразили свое доверие Евгению Евгеньевичу в связи с тем, что они видели его, как он работает на посту главы городского облучинского поселения. И я считаю, что он проявил себя как профессиональный руководитель, и люди выразили ему доверие». Несмотря на то, что на вступление в должность главы отводится две недели, Евгений Рикида не намерен откладывать подписание постановления о вступлении в должность на долгой. «Нужно мне сдать все необходимые документы, нормативные акты. Это сегодня очень много завязано и в налоговой сфере, и в электронно-цифровых подписях, которые нужно будет передать предшественному моему последователю. Поэтому я не думаю, что это более двух дней займет времени». Вячеслав Пасманник, Константин Земляникин, Павел Славин. Новости 21. Новый цифровой рентген поступил в областную поликлинику. Приобретение нового оборудования на два рабочих места обошлось в почти 17 миллионов рублей с федерального бюджета. Аппарат заработал в сложный период всплеска коронавируса. Отмечено, что на рентгенологическое обследование направляются пациенты с признаками пневмонии. «Сначала они идут в фильтрбокс, и там уже, конечно, по назначению от фельдшеров, которых там принимают, они могут подняться, сделать рентген лёгких, где будет установлена, поразила ли их дыхательные органы пневмония или нет, где им будет назначено соответствующее лечение, ну, либо будут госпитализированы, опять же, в зависимости от состояния человека». В ЯО «Пневмония» диагностирована у более чем 600 человек. У 27 из них подтверждён COVID-19. Таким образом, специалисты считают поставку нового оборудования своевременной. «В течение недели он выйдет на свою расчётную мощность. Это примерно около 80 снимков в сутки. Это российского производства аппарат. Поэтому я думаю, что всё-таки на адаптацию персонала нужно время. Нужно время для того, чтобы мы научились делать качественные снимки, читать их». Для борьбы с заболеваемостью по поручению регионального руководства поликлиника увеличила количество фильтрбоксов до четырёх. В этих кабинетах фельдшеры оказывают неотложную помощь более 200 обратившимся за день. «Их специально открыли, чтобы обхватывать, скажем так, большие объёмы, чтобы люди не толпились в очередях, не сидели по несколько часов. Именно для этого их было создано 4 штуки. И именно для этого они теперь работают и по субботам, чтобы сократить очередь и своевременно оказывать медицинскую помощь всем, у кого есть подозрения на новую коронавирусную инфекцию». В минувшую субботу в фильтрбокс поликлиники уже обратилось 29 пациентов. Специалисты отметили, что приём в поликлинических неотложках по субботам будет вестись до тех пор, пока не нормализуется ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Алена Шот, Богдан Патрин, Кирилл Богаченко, Новости 21. Покорила высочайшие вершины Кавказа, гору Казбек и Эльбрус, жительница областного центра Анастасия Мазина. Как рассказала девушка, несколько лет назад у неё с супругом возникла идея восхождения на самую высокую горную вершину нашей страны – Эльбрус. Но побывав в горах однажды, хочется вернуться снова. Начинали мы, конечно, с маленьких походов на небольшую высоту – 2500 метров. Ходили мы с супругом по Крыму. И два года назад буквально мы решились всё-таки на восхождение более серьёзное на гору Эльбрус. Она высотой 5600 метров, она выше, чем Казбек. Но по сложности маршрута, конечно, уступает. Через два года после покорения Эльбруса молодая пара решилась на новый шаг – восхождение на гору Казбек. Как призналась Анастасия, это путешествие было технически сложнее. Обычно на всю дорогу требуется около недели, в крайнем случае – 10 дней. Готовились основательно. Тёплая одежда и сытная еда – залог хорошего самочувствия. Так как на высоту приходится нести рюкзак, вещь, всю ещё еду на неделю похода, то обычно это сублиматы, конечно. То есть это супы, какие-то быстрые каши растворимые, то, что можно приготовить. И при этом не тяжело было бы нести, потому что там наверху каждые 100 грамм они ощущаются как килограммы больше. Как рассказала девушка, чаще всего несчастные случаи с летальным исходом происходят на обратном пути. Очень важно в таких путешествиях найти опытного гида, который хорошо знает местность, а также выбрать качественное снаряжение. Конечно, всё это кажется так романтично. Мы зашли на вершину, мы покорили себя, какие-то должны посещать философские мысли. Но на самом деле там на вершине есть радость, действительно она есть, но ты понимаешь, что впереди у тебя тоже нелёгкий путь. Ведь главное не подняться на вершину, главное вернуться домой. Команда все эти дни ночевала в палатках и постоянно находилась в опасности. Их пристанище задувало снегом, сносило ветром и даже чуть не раздавило булыжником. По словам Анастасии, такие экстремальные путешествия позволяют ей выйти из зоны комфорта. Увидеть мир под другим углом и ощутить всю красоту окружающего мира на себе. Дарья Куприна, Кирилл Богаченко, Новости 21. Рыба моя! Конкурс от компании ДВ Ареал. Приготовь блюда из продукции ДВ Ареал, выложи фото на портал Риа Биробиджан. Стань победителем недели и участником программы «Гастроном». Получай море вкусных подарков и поборись за супер-приз. Рыба моя на Риа Биробиджан. Шаурма. Насыщенная, традиционная, только свежайшие продукты. В торговом центре Биросити супермаркете «Шан». В корзинке акция. Супер цена на молоко Амурское раздолье 3,2% жирности от Благовещенского молочного комбината 69 рублей за литр. На масло сливочное традиционное 82,5% жирности производителя «Ясно» 39 рублей за 180 грамм. Следите за ценами на сайте корзинка.близко.ру. Сеть магазинов «Корзинка». Купить легко, шагать недалеко. Экономная осень с дискаунтерами «Амбар». Пряники-посиделки на 300 грамм со скидкой 56%. Всего за 27 рублей 99 копеек. Солероси. Изготовлено по заказу Центра оказания услуг «Мой бизнес». Биробиджанский трикотаж от фабрики «Виктория». Новинки осенней одежды для взрослых и детей. Огромный выбор одежды для дома. Каждый месяц новая коллекция. Постоянные скидки и акции каждую неделю в магазине и на сайте. Ждем вас в фирменных магазинах «Виктория». Изготовлено по заказу Центра оказания услуг «Мой бизнес». Языки даются трудно с произношением беда. Для спик-энглиш ерунда. И научат, и расскажут, как в уме считать покажут. К школе деток подготовят. В общем, центр хоть куда. Языковая школа «Спик-энглиш» и Центр развития детей «Хэппи-кидс». Улица Пушкина, 13. Изготовлено по заказу Центра оказания услуг «Мой бизнес». Выбери свой большой бургер ржаной «Мега Биг Чикен Бекон», «Горячая голова» или фирменный «Хэсбургер» с двойной котлетой. Вкусно, быстро, сытно. Легендарный финский бургер «Хэсбургер». Торговый центр «Биросити». Советская, 50. Новый магазин «Мируюта» в торговом центре ЦУМ приглашает на работу администратора, продавцов, кассиров, оператора 1С, швею, уборщика служебных помещений. Обращаться в торговый центр ЦУМ «Магазин Радуга». Телефон 8-924-649-99-79. Изготовлено по заказу Центра оказания услуг «Мой бизнес». Добрая акция от компании «Пластик Плюс». Сделай заказ от 10 тысяч рублей и получи шанс выиграть мебель. Везунчиков определит счастливый случай 29 ноября. «Пластик Плюс», «Шалом Алейхима», 8А. В корзинке акция. Супер цена на пельмени рыдные с китой. Дальневосточные. Собственного производства 203 рубля за килограмм. На пельмени нежные. Собственного производства 150 рублей за килограмм. Следите за ценами на сайте корзинка.близко.ру. Сеть магазинов «Корзинка». Купить легко, шагать не далеко. Скорость – твое преимущество. Мощь – твое превосходство. Сила в твоих руках. Если ты ждал знак, то это он. Испытай это сам. Со специальными возможностями магазинов «Стройка». Выбор настоящих профессионалов в магазинах «Стройка». Экономная осень с дискаунтерами «Амбар». Порошок стиральный «Бимакс» со скидкой 29%. Внимание! В рамках программы профилактики жителей города проводится профессиональная диагностика слуха. Проверьте свой слух бесплатно. Запишитесь на сайте или по телефону 730. Аудионика. В «Корзинке» акция. Супер-цена на печенье сахарное «Веселые зверята». Собственного производства 109 рублей за килограмм. На печенье «Сладкие колечки». Собственного производства 265 рублей за килограмм. Следите за ценами на сайте корзинка.близко.ру. Сеть магазинов «Корзинка». Купить легко, шагать недалеко. Служба доставки роллов «Дракон» – это более 50 видов роллов. А еще лапша с курицей и морепродуктами. Сырные палочки, креветка в кляре и чахан. «Дракон», закажи домой. Номер «Помни для порядка» – 9777-9К. Сколько ты съешь сосисок за три минуты? Три минуты. Пожиратели! Шоу, где никто не остается голодным. Четыре участника. Три тысячи рублей на кону и лишь один заберет деньги. Борьба за выход во второй тур еще горячее. Смотри в пятницу на НТК «Пожиратели». В минувшие выходные образовательный интенсив «Основа цифровых коммуникаций» продвижения социальных сетей в городе Владивосток прошли студентки ПГУ имени Шалом Алейхима – Ангелина Мансурова, Татьяна Рожковская и Дарина Долгошеева. Изначально в проекте «Авангард Дальнего Востока», организаторами которого выступало агентство по привлечению к человеческому капиталу, участвовало пять городов ДФО – Бербиджан, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Якутск и Владивосток. Участниками же финального интенсива могли стать только победители проекта. В программу мероприятия входили несколько образовательных модулей, в среде которых «Основа цифровых коммуникаций», «Управление проектами» и «Антикризисные коммуникации». Участники получили не только основу теории копирайтинга, АЗПР и СММ-мастерства, но и прошли продуктивные и практические занятия, получили поддержку в реализации своих проектов и послушали лекции ведущих специалистов и практиков диджитал-коммуникации. Несмотря на небольшой период совместной деятельности два дня, участники сблизились и намерены работать дальше в команде. Кроме того, работа организаторов после интенсива не останавливается. Перед ними поставлены новые задачи, идеи и проекты для развития перспектив молодежи на Дальнем Востоке. Ангелина Мансурова, Новости 21. О перспективах детского хоккея с шайбой, который прямо сейчас зарождается на льду крытого катка «Победа», говорили сегодня на Авторадио с президентом Федерации хоккея ИАО. Эдуард Клейман рассказал о первых шагах навстречу большому хоккею. Ну да, потихоньку начинаем. Вот с ноября месяца запускаем новый проект. Это детская хоккейная секция. Будем пробовать, будем начинать. Уже на нынешнюю субботу запланировано собрание. На собрании, которое пройдет на катке «Победа» в субботу 31 октября в 14.00, родителям, в частности, расскажут, что в секцию примут ребят в возрасте от 5 до 12 лет. Никогда не стоявших на коньках и уже имеющих опыт катания запишут в две разные группы, с каждой из которых будут заниматься отдельно. На начальной стадии будем принимать всех. Хоккей, вы знаете, развивает все группы мышц в первую очередь. Это и мышление, и голову развивает. То есть человек получает общее физическое воспитание в первую очередь. Поэтому на начальной стадии будут собираться все. Ну а далее главным целям – сложиться в команду, заиграть и попасть на всероссийский турнир «Золотая шайба» ребят поведут два тренера. Один из которых – депутат Биробиджанской городской думы Евгений Арский, который, как оказывается, с детства в хоккее имеет большой опыт и как игрок, и как тренер. Человек, выпускник хоккейной школы, мастерство его уровня, наверное, трудно сравнивать здесь, в Биробиджане, еще с кем-то. Отрадно, что есть такие люди. И не ради заработка мы разговаривали, мы нашли понимание. Также понимание президент Федерации хоккея и АО нашел у губернатора области Ростислава Гольчтейна, его первого заместителя Дмитрия Братыненко и руководителя оба спорткомитета Александра Горнаги. Руководители, в частности, обеспечили бесплатный лед победы для тренировок юных хоккеистов. Это, конечно, снизит сумму необходимых родительских инвестиций в своих будущих звезд хоккея. А в том, что такие звезды на нашем льду засияют, гость студии не сомневается. Полная запись эфира с Эдуардом Клейманом на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин. Новости 21. Выгодная, качественная и общедоступная связь. Мобильный оператор Теле2 выполнил инвестиционную программу по строительству сетей в ЯО на 2020 год. И теперь 4G-интернет запущен уже в 12 населенных пунктах региона. Дополнительно увеличена емкость сети в селе Бабстово. Расширено покрытие сети 4G в Биробиджане. Сегодня высокоскоростной мобильный интернет от Теле2 доступен для 95% жителей области. Теле2 – это оператор, который регулярно удивляет своих абонентов. Приятные новинки, уникальные тарифы и интересные предложения. Вот и сейчас очередная выгодная акция – переплавка. В компании Теле2 переплавка именно в ЯОПРО и вводится впервые. Для нас это возможность получить от абонентов старое и ненужное устройство. Мы благодаря этому проекту сдаем их специальной организации, которая без вреда для экологии перерабатывает эти смартфоны. За то, что абонент принес нам старое устройство, он получает купон на 1500 рублей на покупку нового смартфона в нашем салоне. Действующим абонентам Теле2 за сдачу старого смартфона дополнительно подарят 10 гигабайтов быстрого мобильного интернета. Куб для утилизации находится в фирменном магазине оператора в торговом центре «Гигант». Акция действует до 1 ноября. Но это еще не все сюрпризы. Я приглашаю жителей Биробиджана подключиться в Теле2 в наших салонах до 29 числа и принять участие в выборе победителей по акции, где главным призом становится Samsung смартфон. И мы будем очень рады, если вы успеете принять в ней участие. Подробнее об условиях акции узнавайте в салонах связи компании Теле2. Ольга Тимченко, Андрей Терехин, Новости 21. Получить новую востребованную специальность всего за три недели и совершенно бесплатно. Сегодня это возможно благодаря уникальной программе, разработанной Минпросвещение России совместно с Союзом «Молодые профессионалы». Региональным оператором по реализации программы в ЕО стал политехнический техникум. Участие в ней могут принять следующие категории граждан, пострадавшие от распространения коронавирусной инфекции. Это выпускники образовательных организаций 2020 года. Граждане, находящиеся под риском увольнения, а также те, кто пребывает в поиске работы. При этом сложности при поступлении на обучение ни у кого не возникнет. Никаких специальных документов собирать не нужно. Для участников программы достаточно зарегистрироваться на официальном сайте программы WorldSkills Express. И региональный оператор сам проверяет совместно с центром занятости, соответствует данным критериям, слушатель наш потенциальный или нет. Для участников программы подготовлены 150 мест по нескольким компетенциям, которые, исходя из потребностей рынка труда, подбирал региональный комитет образования. Обучением займутся несколько образовательных учреждений области. По выбору профессий, которые необходимы нашему региону, определены центры обучения, которые будут заниматься со слушателями по данным профессиям. Это технологический техникум, парикмахерское искусство и преподавание в младших классах, политехнический техникум, сварочные технологии и сухое строительство и штукатурные работы, и многопрофильный лицей, село Амурзет, кондитерское дело. По окончании обучения уже через три недели слушатели сдадут демонстрационный экзамен и получат свидетельство, согласно которым могут претендовать на востребованную в области специальность. Подать заявку на участие в программе можно, пройдя по ссылке на официальном сайте политехнического техникума или напрямую через сайт express.worldskills.ru. Разъяснить детали вам могут по телефону 8 924 159 50 82. Ольга Тимченко, Кирилл Богаченко, Новости 21. Лес поджигают не инопланетяне. Это халатность обычных людей. Из одного непотушенного костра гибнут звери. Горят тысячи гектаров уникальных лесов. Не допустим лесных пожаров. Если вы стали свидетелем неконтролируемого огня, звоните по телефону в ЯО 72 2 2 0. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зоомагазин «Золотая рыбка». В нашей одежде тепло вашим питомцам. Изготовлено по заказу Центра оказания услуг «Мой бизнес». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ментальная арифметика – это устный счет, но это не просто устный счет, которым овладевают дети достаточно быстро и могут считать большие цифры в уме. Это именно всестороннее развитие ребенка, что меня привлекло однажды именно к ментальной арифметике. Это то, что развивает у ребенка все психические процессы, все умственные процессы. И это очень важно. Малыши любознательные, они легко учатся новому, если эти знания даются им в интересной форме. Идеальный возраст для ментальной арифметики, как и для изучения иностранных языков, считают специалисты с 4 до 5 лет. У детей до 9 лет, именно до 9 лет, развит импринтинг. Импринтинг – это такое свойство нашего мозга, когда может ребенок впечатывать образы, впечатывать и запоминать, не напрягаясь. Очень все это происходит естественным путем, когда не нужно заставлять это делать. Развитие логики, памяти, воображения – увлекательные занятия, получение новых знаний, которые помогут малышам с легкостью осваивать школьную программу. Все это – ментальная арифметика с Happy Kids. Центр развития детей – Happy Kids. Все лучшее детям. Улица Пушкина, 13. Своевременный доступ к эффективному лечению рака. Первый частный дневной стационар для проведения химиотерапии открылся в Хабаровском крае на базе Клиники современных технологий. Это вот наша первая ласточка. Она сейчас будет еще более расширяться. В ближайшее время в наших планах то, что этот стационар примет больных онкологического профиля, в которых мы будем проводить им помощь, улучшая качество жизни. Место расположения клиники – в тихом районе. Удобная парковка и душевный персонал создают идеальные условия для комфортных процедур и скорейшего выздоровления. С управляющей компанией «Бирград» вы заново откроете для себя любимый город. Делаем отдельные отходы – пластик, картон, устанавливаем камеры видеонаблюдения по квартирным домам, в подъездах. Мы всегда за, чтобы были домовые комитеты, чтобы были старшие по дому, с кем можно было конструктивно решить какой-то по дому вопрос. Пришли к общему знаменателю, поставили планы и решили их все вопросы. Когда люди даже требуют, хотят, мы хотим с вами встретиться, хотим, чтобы мы на собрание пришли, хотим поговорить без проблем. Всегда принимаем участие. Управляющая компания «Бирград». Порядок в вашем доме. Сложно ли приобрести заветное жилье в Биробиджане? Все, конечно, упирается в деньги. Но сегодня, когда рынок недвижимости предлагает множество различных вариантов приобретения, стать обладателем квадратных метров очень даже легко и быстро. Итак, желая обзавестись собственным гнездышком, первое, что нужно сделать – узнать условия и ознакомиться с выбором недвижимости. Для этого мы отправимся в офис компании «Стройэлитцентр», где готовы предложить одни из самых выгодных вариантов для клиента. Почему стоит покупать квартиру прямо сейчас? Во-первых, это возможность воспользоваться скидкой в 5%. Также доступна дальневосточная ипотека от Сбербанка под 2%. Если клиент получает зарплату на карту Сбербанка, для оформления ипотеки нужен только паспорт. После получения необходимой информации и выбора подходящих условий остается только своими глазами увидеть будущее гнездышко. Компания «Стройэлитцентр» предлагает отличные варианты на Шалом-Алехима 15 и 15А, также на улице Обозной. Выбор сделан в светлая и уютная квартира в самом центре города. Остался пустяк – оформить сделку в офисе компании. И оформление документов много времени не займет. Современный сервис и выгодные условия – то, что нужно, чтобы при покупке жилья испытать только позитивные эмоции. Отличный выбор – скидки и льготные условия от компании «Стройэлитцентр». Время отмечать новоселье. О том, что в Миробиджане появилось представительство легендарной компании «Броноскинс» уже давно известно. На первом этаже торгового центра «Великан» вы можете примерить на любимый свой гаджет более 15 видов текстурных пленок и, так сказать, забронировать свой телефон. Что ж такое «Броноскинс»? Рассказываем. Значит, выходите вы из машины, телефон в ручке держите, и тут он падает на асфальт. И думаете, тут бы и накрылся ваш телефон подошвой? Но нет, тут же «Броноскинс». А значит, все работает. Или вот в такой случае идете вы по улице, мило болтаете, но какой-то неосторожный юноша вас столкнул, и снова «Броноскинс» решает и спасает. Ну, думаю, все понятно. «Броноскинс», защити свой гаджет, приходи сразу в торговый центр «Великан». Первый этаж. Ароматный, сочный, непередаваемо вкусный шашлык на углях любят все. Теперь в супермаркете «Шан» торгового центра «Бира Сити» легко можно приобрести свежие полуфабрикаты собственного производства по традиционным рецептам. Эти шашлыки готовят при вас. Быстро, а главное, вкусно. С пылу жару можно попробовать шашлык из свинины и курицы, куриных крылышек и кеты, а также мясной или куриный люля-кебаб. Ну, просто пальчики оближешь. А до 31 октября при заказе пяти шашлыков любого вида вы получите литр сока «Любимый» в подарок. За сочными горячими шашлыками ждем вас в супермаркете «Шан» по улице Советская, 50. Какие же они милашки в этой одежде из зоомагазина «Золотая рыбка». Зоомагазин «Золотая рыбка». Новинки четвероногой моды уже в продаже. Новинки четвероногой моды уже в продаже.